Всем привет, товарищи! Сегодня у радиозавода поснимаем, поговорим про профсоюзы, про КПРФ, про прошедшие выборы. Сегодня, наверное, мы встретимся с товарищами из райкома Крунинского района КПРФ, предложим свою помощь в развитии независимых профсоюзов. Почему мы находимся у радиозавода? Я часто бываю, завод знакомый, работал я на его территории не один раз. Но мы не привязываемся жестко к радиозаводу, хотя нам интересно, что происходит здесь, какие сокращения, потому что информации практически нет о заводе. Есть здесь вроде как какой-то профсоюз, но об этом профсоюзе мы ничего не знаем. И можно сделать, соответственно, вывод, что значит, что этот профсоюз пока не налаживает обратную связь с трудящимися, с их родственниками. И это положение дел надо менять. Мы будем задавать вопросы этому профсоюзу, как и профсоюзам других предприятий. Будем писать запросы, спрашивать, какая работа ведется для людей, для трудящихся, какая ведется информационная работа. Это касается как радиозавода, судостроительного завода, с которым тоже связана и моя карьера, моя работа, моя жизнь, что там тоже работают мои знакомые, друзья. Есть там моменты весьма тяжелые, вопросные, которые мы тоже будем освещать, также будем связываться с профсоюзом. Что еще хочется сказать? Недавно общались тоже со знакомыми, с товарищами, с друзьями шинного завода. Там тоже есть такой профсоюз, от которого ни слуха, ни духа, только сбор денег, сбор взносов. Хотя проблемы на том и самом шинном заводе, как нам рассказали люди, есть эти проблемы, касающиеся некомпетентности или подлости. Начальство будем разбираться с этим делом, что спрашивают люди, их не отпускают в отпуска. Ну что такое, значит, товарищи, вас не отпускают в отпуска, если вы оформлены по трудовому договору, вы поставлены в график по отпускам, либо вы устроились первый год и вам первый отпуск положен не менее чем через полгода на две недели. Это говорит о чем? Что все общение с вашими мастерами, начальниками участков, начальником цехов, с другими начальниками необходимо фиксировать на бумаге, заявлениями и те же самые отказы, чтобы они были не в словах, я там тебя не отпущу. А чтобы эти заявления были на бумаге, чтобы это был отказ, то есть мастер вам отказал, вы говорите, хорошо, проблем нету, я пойду это обсужу с начальником цеха, либо с профсоюзом, либо независимым профсоюзом, либо с кадровиком. То есть надо понимать, что у вас всегда есть право на обсуждение, что ваш начальник это не царь и бог, это такой же человек со своими правами и обязанностями. Но как сказали нам те же самые наши товарищи шинного завода, что люди пока, к сожалению, безграмотные, своих прав не знают, и это предсказуемо, это все понятно, потому что в школе, в институтах, в вузах не учат трудовому законодательству борьбе за свои права, и мы будем этот пробел исправлять, будем работать как со взрослыми людьми, уже работающими, так и с молодежью, которым предстоит только трудоустраиваться, потому что молодежь своих прав тоже не знает и методов борьбы за свои права. Так что оставляйте комментарии, вопросы, пишите. Также мы разговариваем и с начальниками, работодателями, собственниками предприятия, им говорим, вот сейчас вам тоже профсоюзы нужны. Для чего вам нужны профсоюзы? Как работодателю, как директорам, как начальникам. Для того, чтобы если человеку нагрубили, отказали ваши мастера, может даже вы сами, чтобы он побежал не в какую-то там прокуратуру, трудовую инспекцию, налоговую, которые только этому будут рады, и они не будут бороться за права этого трудящегося, они просто этого работодателя, возможно, там оштрафуют, обдерут, а потом скажут, вот этот, на тебя настучал, но ты его не трогай. То есть никто не выиграет, не будут олигархи и их чиновники бороться за права трудящихся, ну, так же, как за права там прогрессивного малого и среднего бизнеса. И поэтому те же самые профсоюзные лидеры, профсоюзы, они необходимы как для самих трудящихся, так и, вот, как я сказал, прогрессивных представителей малого и среднего бизнеса, те, которые приносят пользу обществу. Я уж там не говорю про какие-то там алкомаркеты и прочие вещи, которые отравляют нашу жизнь, жизнь наших родственников. Так что, еще раз говорю, подписывайтесь, пишите вопросы, будем эти вопросы обсуждать, бороться вместе. КПРФ Ярославля, наша помощь, коммунистов, марксистов Ярославля, предложена в развитии профсоюзной работы, предложена как секретарям райкомов, горкомов, депутатам, областным, муниципалитетам. Почему это еще важно? Это важно, потому что нас ждут вот выборы следующие. Сейчас люди, как-то часть проголосовала, понятно, что очень мало пришли на участки, но люди не понимают, зачем вы приходите голосовать. А если они будут видеть вот нас, правозащитников, общественников рядом с собой, и будут спрашивать, а за кого вы голосуете, как вы участвуете в выборах. Ну, а мы говорим, что мы поддерживаем в Ярославской области наших товарищей с КПРФ, Елену Кузнецову, как мы говорили, Олега Леонтьева, Шакира Адулаева в Рыбинске, Альхана Борталеева, Наталью Бобрякову, ну, и тех, кто не избирается. Игоря, там, кстати, Полозова в Ростовском районе. Ну, и поддерживаем тех депутатов, кто пока не избирается. Евгению Овод, Татьяну Шамину, прочих наших, соответственно, товарищей. Так что эту помощь мы однозначно будем предлагать и сотрудничеству, тем более мы стараемся взаимодействовать и с независимыми профсоюзами, такими, как профсоюз Действия, профсоюз Учителя, профсоюз Курьер, Альянс, ну, ряд еще других профсоюзов. Также мы выступаем за создание профсоюзов ученических, профсоюзов ученических, чтобы студенты, ученики, школьники уже с детства, с юности знали, что необходимо бороться за свои права, их отстаивать, их фиксировать. Так что обращайтесь, подписывайтесь, еще раз говорю, на наши каналы, товарищи Росваловские, товарищи Ватов в Ютубе, на нашу группу «Марксисты-коммунисты Ярославля» в ВК, в Телеграм. Всем пока, удачного дня, боритесь за свои права, делайте это спокойно, четко, без эмоций, без нервов, без каких-то домыслов и каких-то дичайших призывов. До свидания, товарищи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!